Всем привет, друзья! В данном ролике я расскажу вам про iPad mini 5. Это же второй ролик на моем канале про данный девайс. И я снова не перестаю его нахваливать, ведь так оно и есть. Девайс реально годный. И хотел бы вам сказать очень классную новость, друзья. У меня в данный момент находится на руках iPad на 256 гигабайтов памяти. И это значит то, что в дальнейшем контента на данном канале будет только больше. Логически, если подумать, то на 256 гигабайтов я могу столько контента записать, что вам и не снилось. Так что, друзья, за это отдельный лайкосик. Ну и мы просто с другом моим взяли, обменялись iPad'ами. Я ему отдал свой миник, а он мне свой как бы на 256 гигабайтов. В принципе, чисто ради контента. Друг мне сделал вот такой вот подгончик. За это ему отдельная благодарочка, потому что реально очень сильно помог мне этим. И теперь контента реально на данном канале вы увидите в два, а то и в три раза больше. Поэтому, друзья, подпишитесь на его как бы клан, паблик во Вконтакте. Ссылочки все в описании на моего друга, который мне помог с этим. Вот. Также закрепление комментариев я оставлю на его канал как бы ссылочку. Ну и просто подпишитесь, поддержите молодого, в общем-то, человечка. Ну а сейчас вам расскажу преимущества, которые у меня появились, когда у меня появился данный iPad. Ну изначально у меня появилось просто огромное количество памяти, которое у меня даже в данный момент наполовину не занято. То есть у меня от 256 гигабайтов у меня занято максимум там 30-40. И это просто, ребятки, жесть, потому что столько памяти, и ты даже не знаешь, куда его девать. Ты скачиваешь все подряд, ты снимаешь все подряд. Ты теперь просто бог, потому что ты можешь записать любой угар, который с тобой происходил в тот или иной момент. Ведь реально ты можешь разгуляться прям по полной. И еще из особенностей данного пада. Здесь находится уже прошивка 14.3, и на ней я смогу спокойно стримить для вас с оверлеем. То есть все это будет как раньше, стримы без лагов. Все будет именно на моем канале. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать данный ролик. Хочу, чтобы он пробился в рекомендации. И, конечно же, теперь будут стримы намного и намного чаще. Ну и, друзья, в принципе, я считаю, что iPad mini 5 сам по себе как пад, очень отличный девайс. Для него, как для пада, стоимость в 25-48 тысяч. Это очень классная стоимость. Ведь он по диагонали сам по себе маленький. Да и, в принципе, играть на нем очень-очень комфортно. В тот же PUBG гамать, в тот же стендовчик, как бы, сами понимаете, да. Вот. Ну и, конечно же, многие спрашивают, стоит ли брать миник. Конечно, стоит, братанчик. Даже на 4 гигабайтов, если ты ничего не снимаешь, просто идешь в киберспорт. Конечно же, бери. Это будет намного лучше iPad, чем тот же самый 2018-19. Вот 20-й недавно, кстати, выходил вроде как. В общем-то, бери миник, не пожалеешь. Ну и, если у тебя есть, там, от 48 тысяч рублей, советуйте подкопить и купить iPad Pro 2020-го, если ты хочешь прям реально в киберспорт. Ну а на этом все. Ребят, если хотите больше видосов насчет iPad'ов, какой лучше подвзять, я могу отдельный ролик сделать, как бы, насчет этого. Ну, сейчас вкратце, тем, кому охота в киберспорт, я, как бы, рассказал. Ну а на этом, друзья, все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, собственно, писать комментарии, да, комментусики и все делусики. Ну а на этом все. Всем удачи, ну и еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok